Давайте обратим внимание на то, о чем говорят последние исследования. В среднем 1 литр бутилированной воды содержит почти четверть миллиона невидимых кусочков нанопластика. И это доказывает последнее исследование ученых из Колумбийского университета. Впервые для обнаружения и классификации этих кусочков ученые использовали микроскоп с двойными лазерами. Ученые говорят, что нанопластик может поставить под угрозу наше здоровье. И как же нанопластик влияет на нас? Проведено множество исследований, особенно в последние годы их количество сильно увеличилось, и они показывают различные эффекты воздействия пластика на клетки организма. Есть несколько эффектов. Первый из них связан с тем, сколько частиц проходит через барьер кишечника и попадает в кровоток. По оценкам, возможно, это 1% частиц из всего того, что мы потребляем. Следовательно, чем больше мы потребляем, тем больше этих частиц поступит в наш кровоток. Когда эти частицы проникают в кровоток, они вступают в контакт с нашей иммунной системой. Оказалось, что они сокращают время жизни Т-лимфоцитов. Другими словами, уничтожают их, что, конечно, влияет на наш иммунитет. А также во взаимодействии с иммунной системой влияют на секрецию медиаторов воспаления, что в переводе с медицинского языка на более простой означает возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза, общей воспалительной реакции в организме. Это первый эффект. Второй эффект связан с тем, что пока эти частицы с водой и пищей доходят до нас, они накапливают различные вредные вещества из окружающей среды, такие как антибиотики, тяжелые металлы, например, мышьяк или ртуть. Это могут быть и различные другие вредные вещества, например, пестициды. И таким образом они попадают в наш организм и остаются там. То есть это эффект троянского коня. И, наконец, третий эффект заключается в том, что наночастицы выделяют химические вещества, обычно содержащиеся в их составе в качестве добавок. Среди них есть бисфенол-А и фталаты, действующие как эндокринные разрушители, как мы их называем, то есть химические вещества, влияющие на изменение гормонального баланса в организме. А по многочисленным исследованиям уже было доказано, что они ускоряют и увеличивают риск ожирения и повышают риск развития диабета, а также других эндокринологических проблем, например, таких как заболевание щитовидной железы.